Докторам верить нельзя. Правильно. Я в камеру сказал, покажите это всем и сами посмотрите дома еще раз. Никому не верьте. Доктор сегодня, это как и вчера, слуга. Слуга. Доктор это консультант, который должен вам помочь разобраться с вопросами вашего здоровья. Доктор это не последняя инстанция. Даже если на погонах много звездочек и титулов, и шапка вот такая высокая, белая, это еще ничего не значит. Ничего не значит высокая шапка и большие погоны. Есть доктора хорошие, есть доктора не очень хорошие, есть разные доктора. Вы можете у всех консультироваться, слушать, а потом не забывать включать свою голову и думать, что сказал, почему сказал и что он имел в виду, доктор. Зачем я это говорю? Я не зря это говорю. Первый вывод. Слушайте внимательно, вот опять все попутайте. Первый вывод. Доктор, в чем вообще заинтересован? Работаю я доктором, что мне интересно? Чтобы ко мне ходили. Чтобы ко мне ходили, зарплата, еще какие варианты. Эксперименты. Эксперименты интересно вы оставите. Хорошо, вы любите доктору. Сейчас все поставлено на коммерческую основу. На коммерческую основу поставлено. Хорошо, основной секрет вы все-таки не совсем знаете. Доктор. Мы привязываем к себе. Привязываем к себе чем? Болячками. Чтобы я хочу забыкать. Болячками. Болячками. Но уже ближе, уже ближе вы говорите. Доктору самая важная цель и задача, чтобы вы оставались больными. Вот если я смог сделать так, что вы останетесь больными, значит, вы ко мне привязаны, лекарства покупать будете, и у меня будет зарплата, у меня будут дела хорошо. Зачем? Ну просто я специально говорю очень понятными словами. Зачем я говорю? Когда вы сталкиваетесь вот такой медициной, корейской, южнокорейской медициной, она отличается, и мы сейчас об этом поговорим. Но если я скажу, что в этой медицине, допустим, я приверженец этой медицины, и я понимаю, эта медицина может помочь мне стать здоровым полностью, и кроме всего прочего, если я научусь сам оздоравливаться, я и детей научу оздоравливаться, и они будут здоровые. Слышите? Я буду здоровый, и дети будут здоровые. Скажите мне, доктору, что тут интересно? Если эта медицина претендует вас оздоровить. Доктору это интересно? Вообще интересно. Как доктору. Потому что ему придется снять халат и фондоскоп. И забыть, что он доктор. Поэтому всякий раз, когда вы слушаете доктора о здоровье, о медицине, вы должны помнить одну вещь. Доктор привязывает вас к себе вашим незнанием о болезни. Если мы сейчас будем с вами говорить о болезнях, то я начну вам рассказать о болезнях. Скажите, кто из нас умнее? Я или вы? Мы. О болезнях. А я свою поведу лучше знаю, чем вы мои. Я думаю... Хорошо. Принимается. Доктор, когда мы с вами говорим о болезнях и на языке болезней, все равно умнее доктор. Выкрутится, обдурит и прикрутит вас опять к себе. И выпишет рецепт. И опять рецепт. Вместо одного еще два. И все с противопоказаниями. Поэтому. Мы с вами сегодня будем вспоминать ваши болезни. Вы пишете свои вопросы, да? Или написали уже? Уже написали вопросы. Мы с них начнем. Я кое-что буду рисовать. Я специально сегодня буду делать вот что. Я буду говорить не медицинским языком. Медицинский язык сложный. Но он придуман для того, чтобы врачи могли общаться между собой. И чтобы вы меньше понимали нас. Медицинский язык. Это специальный язык такой, чтобы вы меньше нас понимали. Они и пишут так, чтобы вы не понимали. И пишем мы так, чтобы вы ничего не понимали. Поэтому я специально сегодня буду делать наоборот. Говорить с простым языком о простых вещах. О нашем здоровье. Что еще важного я бы вначале отметил. Что все-таки распорядителями вашего собственного здоровья и здоровья являетесь вы сами. А не врачи. Если вы решили свое здоровье полностью давить врачу, вы сделали большую глупость. Это все равно, что отдать жену свою чужому человеку. Дом свой отдать чужому человеку. Это ваше. Это ваше. Потому в сфере вашего здоровья, ответственный человек это вы лично. Кроме, дальше продолжу как бы мысль. Есть у вас ваши дети. У них есть свои дети, внуки ваши. Если я чуть загляну в будущее, например, то хотели бы вы будущее своих детей отдать медицине в белых халатах? Ни за что. Конечно нет. А как вы думаете, я доктор, хочу ли я будущее своих детей отдать медицине в белых халатах? Тем более. Я знаю лучше, чем в этой медицине. Потому своих детей отдавать моей медицине я тоже не собираюсь. Я собираюсь для них сделать все, чтобы они туда не ходили. Вы слышите меня? Я врач. Или спросите у человека, который открыл аптеку. Просто открыл аптеку человек. Он открыл аптеку продавать лекарства. Но хочет ли он продавать эти лекарства своим детям? Вы понимаете меня? Подделка. Не то, чтобы это подделка, просто медицина, к которой вы так очень привыкли, это медицина такая, она срочная или экстренная медицина безвыходности, я бы сказал. Когда человек уже попадает в безвыходную ситуацию, тогда он должен идти к врачу. И врач в этом случае поможет, надо найти хорошего врача. Если надо операцию сделать, надо найти хорошего хирурга и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть врачей хороших надо знать, где они есть на всякий случай, дружить с ними тоже в отношении портить. Но слепо доверять им всю свою жизнь я бы не советовал вам. Потому что я знаю медицину изнутри. Я хочу для своих детей найти не ту медицину, которой я занимаюсь 15 лет. Я попал вот в эту медицину как пациент.